Газ нажал и поехал. Дио авто. Есть у меня секретик один с Максимом Викторовичем. Кто-то налил воду в бак. Что-то я там навпевертила. Ну сгорит, да и хуй с ним. Кто Масына? Я Масына. Вскрытие покажу. Всем привет. Ну что, мы находимся на четвертом этапе Чемпионата России по дрэк-рейсингу в RDRC Race Park. Сейчас у нас происходит квалификация. Вчера прошла одна квалификационная попытка. Я пока занимаю первое место со временем 4.531. Это хорошее время в классе 4.5.00. То есть у меня 31 тысячная до предельного времени. Женечка проехала 5.2, но отпустила газ, ее стаскивала к блокам, она решила не рисковать. Я проехала, ну не очень хорошо, 5.2, но вопрос в том, что приехал мой мотор. Ребята мне его вчера инсталлировали. Едет вообще прям хорошо. У меня 60 футов были, что-то там 1, 0, что-то там. Я не помню конкретные цифры, но я проехала хорошо. Дальше у меня, соответственно, что-то там забуксовалось. Я очень близко приблизилась к стене и, в общем, отпустила газ и докатилась просто так. Вот. Но мы не ориентируемся на вчерашний заезд. Едем сегодня максимально, стараемся ехать хорошо. На реакцию, конечно, хочется победить всех. Ну, посмотрим, что получится. Получится или нет. Не будем загадывать, но, конечно, хочется. Оставайтесь с нами, будет горячо. Субтитры сделал DimaTorzok Субтитры сделал DimaTorzok Слушай, ну у нас на прошлом этапе все в целом число штатно. И в финальном заезде, ну, как нервы у человека, так и у машины, у нас не сработала релюха переключения передачи. Вот. Мы еще на прошлом этапе это выявили. И к этому этапу просто привезли с собой 5 релюх от разных производителей. Все их здесь вскрыли, посмотрели, какая из них мощнее, у какой площадь контакта лучше. И лучше выбрали, поставили, собственно говоря. Исправления были только в том, что мы реле заменили, по сути. Вчерашний заезд был великолепным. Он, Костя, лучший на данный момент в квалификации. Он проехал 4-5-3. Это реально хорошее время. Очень боевое, очень конкурентное. Сегодня есть план чуть-чуть его даже попробовать улучшить. Но на самом деле ничего кардинального в машине мы менять не будем. Пока что она работает вполне штатно. Так, сейчас была предзавязанная подготовка? Нет, проверка, что машина работает. Работает ровно. Все горшки работают хорошо. Значит, проверка первой передачи, проверка второй передачи, проверка задняя, что коробка переключается. Дальше мы прогреваем масло в коробке, это важно. Смотрим уровень. Прогреваем мотор, чтобы уже выкислить теплыми, чтобы в случае каких-то там быстрого выезда на старт и быстрых заездах, соответственно, мотор уже был теплый с нужной температурой. На холодном моторе, соответственно, зазоры между складышами, масляными, они совершенно другие, нежели на прогретом. Поскольку мы едем на быстрейших машинах в России, это очень важно уже выехать на старт полностью подготовлены. На старте мы будем только регулировать давление в баллоне ЗАГСА АЗОТА. Соответственно, мы сейчас поедем где-то на 1000-1050 давлений. И у нас на баллонах есть специальная грелка и специальные аккумуляторы, которые греют баллон в случае необходимости. А если, соответственно, погода жаркая и солнце, как сейчас, то мы охлаждаем баллон, кладем мокрое полотенце для того, чтобы снизить давление. У нас напарники по команде Макс Райт, Андрей Гунгер и Евгения Найт, гонщик из Новосибирской области и пилотеста из Москвы. У Андрея вчера была хорошая боевая попытка, время реакции 44 тысячные, 60 футов в секунду 0.15. У Жени в конце ее потащила к стене, 5-265, она отпустила ГАСУ, правильно совершенно сделала. Но сейчас стартует по другой дорожке, тогда это все было справа. Сейчас у нас Андрей третий, у него 222 балла, у Жени 204. Лидирует же Константин Найт и в балле позади него Илья Криксунов, у них 250 и 249. Сейчас я думаю, что будет быстро, здорово и интересно. Хорошее время реакции у Жени. Опять посмотрите, что-то происходит на левой дорожке, и это явно не в зацепе дело, а как будто заколдованное. 4.517, вот это у нас Андрей Гунгер, потрясающе. Лучшее время в квалификации, очень крутой заезд для гонщика из города Обь, Тиграна Слова. Давай с Женей начнем, что произошло. Ну, слушай, пока вообще непонятно, на самом деле не видно, не было никаких проблем. Знаешь, бывает, мотор хлопает, там, какие-то эти, мы не знаем, почему отпустила. Может быть, Вилли ее немножечко, ну, она что-то не по-не, не знаю. Антон сказал, заколдованная левая дорожка все это. Ну, блин, пока посмотрим, сейчас приедет, у меня есть логи, я посмотрю. Вот у нее, видишь, ланч, все, она начинается ускорение, голубая это ускорение. Начинается ускорение, вот включается закись, и в этот момент просто обороты хлоп, и все. Ну, то есть, ощущение было, что она просто газ отпустила. Ну, я когда заезд смотрел, ничего не хлопнуло, знаешь, там, никакого там дыма, не дыма, что-то каких-то. А что случилось? Да я не знаю, что случилось. Что-то я там нахуй вертила. Просто такое ощущение, что Женька отпустила. Ну, мы сейчас, конечно, безусловно все, мы безусловно, безусловно, мы безусловно все проверим. Сказали, что я отпустила газ, ну, это тупо отпуск. Ну, типа, я по дистанции газ никогда не отпускала, а тут я отпустила газ, как только светофор зажегся. Ну, бред, бред. Ну, что, друзья, наше противостояние, которое в этом сезоне просто в стиле как раз-таки Змеи и Мангуста, да, двух легендарных дрэг-рейсеров в США с 50-х годов, или в стиле Гочи и Царя в дрифте. Ну, что, Москва против Питера, да, Промоц против Дрэгстера, RDRC Technology против Макс Райт, да, Илья Кольцнов против Константина Найт. Они постоянно сражаются в квалификации, они сражаются за победы на этапах. Но в прошлом этапе их разделила тысячная в квалификации. 4.535. Очень-очень-очень хороший заезд для Криксонова. Посмотрите, время реакции 10 тысяч, тэх у Кости не получилось на 4.7, Тиграну Слова. Андрей Гунгер первое место занял, а дальше у нас одинаковое время у Кости Найт и у Ильи Шумахера. И здесь работает правило, кто первый поставил. Поэтому, соответственно, сейчас у нас на втором месте Костя Найт, на третьем месте Илья Криксонов. Но в раунде, конечно, Илья вышел на второе место и забрал очень важные дополнительные очки. Учитывая, что разница между Костей и Ильей всего одно очко, вот эти доп. очки в квалификации, я скажу, если кто не знает, что за каждый раунд квалификации первые три места получают 3, 2 и 1 очко, соответственно. И по итогу, вот эти дополнительные очки, то есть можно максимально за 4 раунда набрать, а, 3 раунда у нас идет зачет, можно набрать 9 очков. Это очень-очень важные очки, которые потом в конце сезона дадут вот эту дельту, которая нужна. Во-первых, реакция была, я подоглох, как бы. А дальше раз, поехал, 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 а потом, знаешь, на вторую часть просто... У меня есть предположение, что шаляное закиси зажало давлением закиси. Так бывает. То есть он не смог открыться, потому что его тапкой в бок давит. Там же в цилиндрах, и в цилиндре, извиняюсь за подробности, в цилиндре внутри палочка электромагнитная. И вот он в палку давит и зажимает. Такое бывает. Открывается, поехал. У меня есть такое предположение. Потому что, блин, ну обидненько, ну ладно, но хотя бы одного очка вквали. Это хорошо, пойдем, пойдем смотреть. Пойдем, пойдем. Так, мы выяснили, что предположение, гипотеза, что закиси азота не включилась, потому что мы подняли давление в баллоне, тем самым хотели убрать еще там, условно, 25-30 тысячных секунд, и чтобы приблизиться максимально к времени 4,5-2,0. В итоге клапан не сработал, вопрос в закиси, в соленоиде, в баллоне, ну неважно. Откатываемся обратно по закиси на 950 по давлению, и, соответственно, сейчас в следующем наезде воздвинем отсечку переключения передач. Обломала, оболките. Да, обломала, оболките. А, все. Сломала. Нет, все понятно. Ну, сломала, оболките. И вот эта, блядь, хуйня, которая болты сломала. Итак, наша гипотеза не подтвердилась, потому что оборвала рокер и сломала здесь болты, соответственно, просто обороты начали падать, рокер начал, получается, блокировать пружины, и, соответственно, у меня просто, о-о-о, падение мочится. Почему так? Машина, ну, это на самом деле спорт высших достижений. Все железо на пределе, и, ну, болты не выдержали. Что я могу тебе сказать? Высокий приход оборотов, но это как раз тот риск, про который я тебе говорил, с поднятием оборотов. Мы с тобой их еще не поднимали, а уже рокер отстрелился. Понимаешь, какая фигня? Все знаю, как помню. Будем тогда будет делать старт увеличивать? Будем думать. Тоже надо ездить. Будем думать. Да, надо Андрюха объезжать. Мы очень рады тебя видеть. Продолжение следует... Продолжение следует... Гоу-рейс очень круто нам взять. Видим у нас шлема. Мы поставили новые клипсы для Ханса и новые крутые визоры, поэтому у нас кадры должны еще получаться точнее. У Женечки получается фиолетовый-фиолетовый, а у меня, ну, чуть-чуть цыганчина, естественно, золото и рыжий-зеркальный визор. Ой, очень круто. Я думаю, что мы еще доработаем за зиму шлема и раскрасим их. Кто занимается, кстати, шлемами и переделкой их, welcome, напишите, пожалуйста, мне. Буду очень рад, потому что хотим сделать что-то особенное свое под цвет леврей стрел. Итак, ну что, нас ждет впереди третья квалификационная попытка. В ней я еду с Женечкой, с Хомой. Это очень интересно. Мне очень нравится, когда night-night. Да, это пока еще не финал, но у нас все впереди. Поскольку у Женечки еще нет хорошего времени, поэтому я сказал ей, что я буду последним все выставляться, чтобы она была первая, уже держала газ на двух белых и просто ждала меня. То есть никто быстрее, а спокойно не ручила начать старта, потому что ей надо показать хороший заезд, проехать 4,5. Наконец-то я очень жду и верю в это, потому что у нее наконец-то свежесобранный новый мотор, который ее боевой, на котором она два этапа назад всех уделала, всех мужиков, потому что это мой Хомга. Очень хочется забрать первое место в хвале и завтра сделать как минимум два заезда в сетке. Вот. Ну, что-то мне очень тревожно. Сейчас я третий раз поеду, а я еще ни разу нормально не поехала. 4,793, 4,919 у Константина, но это понятно, что что-то пошло совершенно не так. 178, это же сейчас не та скорость, которая должна быть. На 60 футах чуть-чуть быстрее был Константин. Но, опять-таки, да, учитывая, что Евгения вообще не было такого более-менее боевого времени, это можно считать неплохим результатом, но глобально оба пилота должны были ехать гораздо быстрее, то есть на, там, две десятки, хотя бы на полторы Евгения и на три, как минимум, Константин. Так, ну что, только что произошел очередной культовый момент, где на чемпионате России по драйк-рейсингу мы гоняли Найт против Найт. Это квалификационная попытка. К сожалению, она не получилась у меня. У меня, наверное, опять роки светило что-то с мотором, я начал глохнуть, но я все равно решил выезжать на старт, потому что вроде обороты были, я могу разгазовываться, и все было нормально. Ну, в целом, у меня по дистанции опять мотало, но если в первой попытке я вообще полностью отпустила газ, здесь я чуть-чуть приотпустила, машина разгрузилась, потом я решила, когда, типа, она стабилизировалась, я решила еще раздавить, и она опять ее понесла. Как мне кажется, проехала так себе. Приезжаем, значит, в обратку, и Косин такой, ну что, ты 5,2 ты что ли проехала? Я такая, ну, 5,2, но 5,2 это прям плохо, или 5,1 он мне сказал что-то такое. А потом здесь оказалось, что я 4,7 проехала. Это вот с этим вот дрифтом 4,7. Вот, поэтому я считаю, что я молодец. Сейчас у меня осталась еще одна попыточка, мне на левую полосу, и мне кажется, может быть, может быть, что-нибудь интересненькое у нас получится. А так я рада, хоть чуть-чуть поехала, хоть чуть-чуть. Уже хотя бы не 5 секунд, уже хотя бы 4,7. Пропал холостой ход, просто пропал. То есть я просто сразу начал глохнуть. Я начал педали нажимать. Машина плохо вышла на ланч, я не понимал отпускать трансбрейк, не отпускать. После прогрева она начала глохнуть. Я ее уже запустил как бы через силу, потому что я уже чувствую машину как. Соответственно, уже через силу у меня не было холостых. Я аккуратно сдал назад, выставился, ждал пока Женя выставится на стейдж. Ну, которая ровная, просто когда Рокер стал там побрякивать по-другому. Ну, там слышит, что он неровно. Подбежал Леха, я говорю, Леха, вроде все ровно, я могу же ехать. Вот такой, ну, наверное, ну, типа, да. Я говорю, окей, я поехал. Ну, холостого нет и нет. У меня феникс в дрочке с волосовой дачи свалился. То есть здесь я реже разгазовывал, вы слышали, и все было, как бы... Она работала, не было такого, что она троила, ничего себе. Я, у меня второй раз подряд, когда я встаю на ланч, у меня как-то, знаешь, как бы, ну, это не максимум, как будто, знаешь, что-то держит. Я так, во-во-во-во-во. А пока мы разбираемся, что с мотором. Есть подозрение на карбюратор, закись. В общем, задача проверить, потому что через 2 часа финальная попытка, которая определит расположение в сетке с завтрашнего дня. На прошлом заезде, но у него там рокер отстрелился, но он тоже ровно со второй уехать перестал. Сейчас я посмотрю, я не загрузилась. Хороший у тебя, 60 футов, и... Ну, да. Ровно после второй она вообще не пыль. Все, давишь газ, вторая. Я понял тебя, я понял, понял, понял. У меня на 100 метрах скорость 185, а на 200 метрах 178. Вообще, ну, то есть, там, дави-не дави, она просто не едет. Ничего, по костяным логам сказать не видно никакой очевидной проблемы. Но мы же не логируем все параметры. 9 из 10, что... Подожди, что нахуй. Промежуточная у нас утечка в третьем цилиндре. Слишком большая. Возможно, что-то с клапанами. Надо смотреть. Это не топливо. Почему он не синий? Это не топливо. Как не топливо? Тохни топливо. Не, пахнет стаканом управлять. Пахнет. Вода. 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 Там, наверное, стакан. Я сейчас подержу. Мария, что-то бывает? Не, Мария. Что-то, а? Как так? Там на дне была какая-то... Короче, на воду бочки. Мы хотели с Женьки налить. Мы начали заливать. Оно не синее, короче. Мы оба, нихуя. Давай другое лить. Вон, смотри, вон, вниз осева. Там вода. А под дождем не оставляли ее? Нет. Как это может в систему закиси попасть? Что? Вода. Из бака. Топливо из бака. Топливо угодно ли? Видишь, он даже не... Ну, вода уходит на леса. А он как масляная фракция уходит вверх. Он не перемешивается даже. На дне бочек это было. А вы на бочке не встали, не трогайте, или что-нибудь вылезь, еще что-нибудь? Вот перед стартом, прям вот туда я в скрай, специально встал, чтобы прийти, потом в следующий раз посмотреть на нее. Что там? Я потому что плесканул с нее, синяя, а на дне была какая-то херня. То есть, как будто расславился, что-то было налито еще. На дне бочке, там было мало топлива, буквально литров в 7, наверное. Короче, да, я понял. И ты ничего не убрал, не выделил. Ну, поставил? Я вот в скрай, встал, чтобы... Давай откачаем все из бака. Или шланг там... Того надо насос, насос бери. Сколько откачается. Начали проверять закись, нашли, чтобы закись не включалась. И когда мы проверяли закись, так получилось, проверили топливо. И вместо голубой жидкости, можно сказать, кровь единорога, это так выглядит VP Racing C23, топливо, на котором мы едем, слезать какая-то желтая вода. И это, конечно, дикий ужас, потому что осадок на дне очень в баке был большой. Насос берет снизу топливо. И получается, что я ехал практически на воде с топливом, которое как-то перемешивалось. Кто-то налил воду в бак. Ну, в смысле? Потому что, говорю, сегодня мы утром начали, кстати, я в Володе с Володей вместе с такими. А не сильнее пошло, ну, когда-то руки, деньги наливали. И капли, как на бочку упала, я говорю, вода. Оставили ее в сторону, взяли другую бочку, отрыли новую. Она была уже открытая, эта бочка. Как пропало топливо, туда попала вода, мы, конечно, будем разбираться и смотреть. Теперь все канистры я буду опечатывать. Может быть, стрейчем затягивать между этапами, между гонками. У нас пока нет никаких прямых абсолютно идей по поводу того, как она туда попала. Мы сейчас провели эксперимент с бочкой. Налили на бочку воду, ну, предположив, что тут же были дожди, что крыша протекала, на бочку натекло, и потихонечку бочка, как бы, сишка топлива не гидроскопичная. Даже если бы она была гидроскопичная, то есть набирающая в себе из кислорода воду, столько воды она набрать не могла. Ну, мы говорим о литрах. О литрах. Ну, или ты кого-то обидел. Не хотелось бы думать, что мы превращаемся в ралли, где плеснуть сахарку в баг сопернику, возможно, является нормой, но, блядь, у меня пока нет идей. Есть риск того, что мотор был поврежден. У нас ликтез показывает не очень хорошие, то есть ли тест утечки воздуха из цилиндра показывает не очень хорошие показатели. Ты понимаешь, шла же закись, а топливо должно компенсировать, собственно говоря, поступающую закись, поступающий воздух. И поступала-то вода, и, соответственно, есть вероятность того, что клапан подгорел. Вечером нам предстоит снять голову и посмотреть, что там происходит. Мы с тобой сейчас, да, опять поедем? Ну, если я правильно рассчитал, что да, опять мы с тобой поедем. Все, готовимся. Смотрите, встретимся через 2 часа после 4 попытки в финал, и посмотрим сеточку. Субтитры сделал DimaTorzok субтитры сделал DimaTorzok Напомню, что у Евгении Дракстронзос Тропиканы, вот такие тропические листки. У Константина Найтэрро, МР, да, Макс Райт. 4551, 4542. Слушайте, ну, крутой заезд. Об этом сейчас с Гошей обсуждали. Они так выясняют, кто свернул. 100%! Это самая реально гоночная семья России. Ну, смотри, мы видим еще один супер плотный заезд. Опять 10 тысячных разницы, блин, это и просто красота. Очень устал, очень нервничал. Плохая, как бы, у меня реакция. У Хомы тоже. Есть момент, зачем она работает, но сильно переживал, что тачка не поедет. Но она поехала, и все отлично. Это главное, все круто. 454 мы вернули свой, я не знаю, чемпионский конфиг. Так что завтра в сетке определится победитель этапа четвертого по драйк рейсинг. Кто Маслына? Я Маслына! Кто Маслына! Ну что, мы находимся на третьем дне четвертого этапа РДРЦ в рейс-парк Быково, на чемпионате России по драйк рейсингу. Нельзя просто так взять и спокойно замоториться, выехать в сетку и всех победить. Потому что что? У нас вчера была вода в баке, из-за этого после ночи, хотя мы все слили, все промыли, карбюратор начал барахлить, соответственно, холостые выросли там в 2000 оборотов, а на передаче она практически начинает глохнуть. То есть ее карбюратор заливает под нагрузкой, соответственно, Макс Райды сейчас команда обслуживает карбюратор, все чистит, промывает. Сейчас будем опять моториться, опять проверять, что все окей у нас. У нас очень интересная сетка, у нас я, Женечка и Андрюха, мы не попали друг на друга, это очень хорошо. Я еду с Дэном Сергеем, он едет на 12-литровой стриле, у него огромнейший мотор, она атмосферная, без закиси. Он проехал 5-0, но это будет с первой попытки. Сейчас он поедет со мной, это будет его, считай, третий проезд, поэтому главное не налажать, не сделать фальстарт, а дальше, я думаю, что на Этеру сделает все как надо и красиво проедет. У нас Денис Сергеев против Константина Найта. Атмосферный, большеобъемный двигатель, больше 12-ти литров, нет здесь даже закиси азота. Так, здесь мы видим, что как будто бы заблокировал трактор. Мы слышим, что здесь заглушили, мне кажется, двигатель на автомобиле Дениса Сергеева. Ну что, это означает, что теперь Константину Найту нужно просто сделать байраны и он пройдет дальше. Не очень стабильно поехала, мы видели, помотала 4,618. Ну вот, собственно, да, и ответ на вопрос. 240 км в час и 64 тысячи. Его лучшие попытки было 244 и 4551. Что, подсдули, Костю? Да нет, на самом деле, есть ощущение, что немножко педалировал для того, ну, ему не надо было рисковать, ты понимаешь, да? И он, когда коррекцию машины надо было сделать, он немножечко на 10-15% приотпускает газ, чтобы загрузить передние колеса. И за счет этого может ее начать контролировать машину, потому что базово она едет в большой нагрузке на заднюю ось. Вот, я, настройка предыдущая, вчерашняя, ну, видишь, тут нагрелась машина же, все же нештатно пошло, поэтому такие показатели. Ну, окей, мы проходим следующий раунд, там поборемся. Прошло плохо, я не люблю такие заезды, когда соперник ломается. Все-таки я за красивый дрэк рейсинг, чтобы был заезд без поломок, и чтобы только тысячные нас разделяли. У меня соперник был Денис Сергеев, к сожалению, он не смог поехать после прогрева так бывает, что-то сломалось в машине. Поехал я, получается, одиночный заезд, но я проехал плохо, мне не понравилось, потому что при вставании на ланч она не так раздулась, она прям нет этого, нет этого, как обычно. Мне кажется, проблема в гербераторе, мы сейчас разбираемся, смотрим. Из-за этого у меня 0,6,6 реакция, и время плохое. Сейчас посмотрим логи. Мне кажется, чуть не пропускал, потому что меня еще мотало с перезаездами. Много не будет. Что ты говоришь? Много не будет. Почему? Потому что я по объему файла вижу, что он оборван. Потому что я заглушился снова? Да, он не вышел на обороты после второго раза, когда завелся, на 3000 не было, чтобы он включился. Ты, когда выходишь на ланч, жмешь газ в пол, у тебя очень быстро обороты проскакивают в зону включения лога. Очень быстро обороты. То есть, когда мы прогреваемся, ты попадаешь в эти обороты медленно. то есть, там система какая? На 3000 оборотах у тебя уходит сигнал, масса, на ком что, включить лог. На 3000 есть он выключается, он не может быть постоянно. И, грубо говоря, если мы это проходим более-менее плавно, эту зону, то все включается. А если супер резко, ты на ланч выходишь, ты же газ в пол, у тебя там закись сразу же идет, бух, пролетел, и он просто не успел поймать вот этот момент включения лога, понимаешь? Лога нет, значит. То есть, мне нужно было, когда я второй раз запустился, пахнет больше трех. Ну, да, как бы, да. Я такого не знал. Да и, собственно говоря, понимаешь, мы, честно говоря, эту ситуацию не предполагали, для того, чтобы хоть как-то к этому быть подготовленным. На прошлом этапе я в сетке ехала с метеором. Он выставляется на бомбоксе. В общем, мы с ним довыставлялись на стейч настолько, что нас обоих дисквалифицировали. Мы оба нарушили процедуру старта и, соответственно, получили дисквал. Вот. Вчера, когда у нас была, как это, господи, квалификация, последняя у меня была попытка, а я же ехала не очень хорошо, я говорю, блин, ребят, типа, короче, вот у меня есть задача. я либо еду хорошо и тогда не попадаю на метеора. В общем, я либо еду хорошо и не попадаю на метеора, либо, если я еду так же плохо, я все равно на него попаду. Но, в общем, я вчера проехала хорошо. Четыре, пять, четыре. Но, я все равно опять попала на метеор. Я не знаю, это, видимо, как в игре, когда вы играете, такой раз, проходишь какой-то, как это, цикл, короче, в игре, ты его не прошел, ты обнуляешься и попадаешь ровно в эту же точку. Вот я, видимо, буду попадать на метеора в сетке ровно до тех пор, пока я его не пройду. В общем, попытаемся, но там будет видно. Чуть-чуть нервничаю. И чуть-чуть, очень. Все, всех люблю. Играет музыка. У Куликова не лучшее время реакции, но Евгений еще хуже. 4,645 у Куликова, 4,605 у Евгения. Ну что, закопала Женя чуть-чуть на старте, совсем капелюшечку. То есть, вы если видите, то 4 сотки у нас всего разница в заезде, но Женя долго подкатывалась, подкатывалась, сначала не до конца докатилась, потом еще раз закатилась, а в этот момент метеор уже стоял в полной готовности, и, конечно же, он поехал, в общем-то, так, как должен был поехать. Честный боевой заезд, что тут сказать? Честный боевой заезд. Ты что, рыдаешь, поэтому хрен выкнула их? Ну, ну ладно, пойдемте, начнем. Ну, мы тебя отдохнем, нахожусь. Ну, я покажи, ты не сам будешь снять, я просто не дождаю. Субтитры сделал DimaTorzok. Продолжение следует... Константин Найт против Ильи Крюксунова. Заезд достойный финал. Два лидера этого сезона. И вновь у нас сражение Макс Райт против RDRC Technology. Сибирьки против москвичей. Дрэкстер против Промода. Машина, работающая на бензине, против метанольного автомобиля. Ильи Крюксунов отойдется от Найта, или Найт вернет себе первое место. Им опять-таки на руку, что Гунгер у нас уже не в финале. Найт прекрасно понимал, что Илья будет делать хорошую реакцию. Поэтому рисковал. И в итоге слишком быстро отпустил кнопку 18 тысячных. Вы видели, как здесь расстроена Евгения. Я не видел. Я видел желтый. Я понимал, что настолько, конечно, 18 тысячных уже глаз. Мой глаз не видит. Это фальстарт. Это было очень быстро. Но я ошибся. Я очень хотел встать сразу на стейдж. Я много проехал на второй луч. И получилось так, что я как бы фальстарт из-за дипстейджа, потому что сразу я дернулся. Ну, ладно, с Андрюхой поедем до третьего места. Это, конечно, обидно, обидно, обидно. Сейчас нас забракнем в третьем место. У меня такого кубка еще нет, кстати. Что рассказать? Сейчас заезд за третьем, четвертое место. По факту, если ориентируешься на чемпионат и на очки, ты получаешь одинаковое количество очков. И победитель этого просто получит кубок. И все. Поэтому посмотрим, как мы проедем. Начинает накрапывает дождик. Но я надеюсь, что мы успеем проехаться. И красивый драг-рейтинг покажем вам в заезде. Мы переходим к 4-5. Третье место. Андрей Гунгер, Костя Найт. Ну что ж, Гунгер против Найт. Андрей был третий в чемпионате. Газодоте второй передателем того. Напаранец по команде без фальстарта. Какие времена реакции? Посмотрите, 15-тысячных и 2-тысячных. И Андрей забирает. 4-500, 21-1, 4-587. И Андрей Гунгер проводит просто великолепный образцовый заезд за третье место. Гонщик из Новосибирской области. Ну что, только что закончился заезд за третье место. Я ехал с Андреем Гунгером. Показал реакцию 0-15-тысячных. А Андрюха показал еще лучшую реакцию. 2-тысячных. Но это грань фальстарта. Он очень сильно рисковал. Но, к сожалению, я знал о проблемах с мотором. Сейчас мы пойдем вскрывать его. И смотрим, почему он не едет. Потому что 4-5-8. Ехать в классе 4-5-0. К сожалению, это не достойно победы и кубка. Андрюха молодец. Поздравляю его сокомандника с третьим местом. Так что смотрите и оставайтесь с нами. Вот так закончился для нас и нашей команды Московский спорт. При технической поддержке команды MaxRide. Четвертый этап по драйк рейтингу RDRC. Который проходил в рейс-парке в Быково. Он закончился не очень удачно. Для нас мы остались без кубков. Но ничего страшного. Скоро будет пятый этап совсем. Он пройдет 23-24 августа здесь. На территории RDRC Рейс-парк. Ждем всех. Болейте за нас. Всех обнимаю. Редактор субтитров А.Семкин Корректор А.Егорова